Если даже больше ничего не взять, то, что он опустошил страну, то, что он вывез все. Он сделал 100 миллиардов долга за 5 лет. Когда он пришел к власти, внешний долг Советского Союза был 7 миллиардов долларов. А нам должны были, по-моему, где-то около 60 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. У меня была такая цифра, я могу ошибиться. 100 миллиардов долга за 85-90-е опустошил страну полки магазинов. Он сделал народ настолько, что у народа деньги были, а купить нечего было. И потом это Павловскую сделал на реформу, зная о том, что у людей много денег на руках, купить нечего, чтобы еще противопоставить Советскому Союзу. То есть он каждый шаг свой делал для того, чтобы народ противопоставить, чтобы развалить страну, чтобы не вышел народ на улицу, когда развалится страна. И никто у него не спрашивает, куда делись 100 миллиардов. Мы очень деликатно расплатили Западом за эти 100 миллиардов, которые Горбачев взял в долг. В смысле Путин расплатился? Ну да, наша страна, Россия, российский народ расплатился. Уже после развала? Да, после развала, потому что... А ведь прекрасно можно было... Мы, когда я проводила съезд народных депутатов СССР, чрезвычайный, ну правда, там присутствовали те, которые проголосовали против Горбачева, около 500 человек. Но это был чрезвычайный съезд. Мы там сказали о том, что все, что сделал, ни за долги, ни за те преступления, которые Горбачев делал, российский народ не несет ответственность. Мы приняли вот такое постановление, такое постановление. Конечно, можно было. Это было 17 марта 92-го года. Я провела чрезвычайный съезд народных депутатов СССР. Ну тогда, конечно, меня хотели арестовать, посадить в тюрьму за измену Родины. Там целые постановления, заседания Президиума Верховного Совета РСССР, там чего только не было. Это тоже отдельная история. Но я провела этот съезд. Арестовали депутатов, не давали выезжать. Увольнялись с работы, снимались с самолетов. Там хуже, что творилось. Ну, конечно, я натворила много дел в этой жизни. И никто у него не спросил об этом. А то, что он 280 миллиардов рублей продал за границу, 280 миллиардов, вдумайтесь, за 12 миллиардов долларов. Когда тогда стоил рубль 62 копеек, ой, доллар стоил 62 или 65 копеек, доллар стоил. Вот вдумайтесь, 280 миллиардов, он рублей продал за границу за 12 миллиардов. Даже копейка не выходила рубль. Это вот швейцарскому банку. А когда у нас бюджет страны, Советского Союза, было 139 миллиардов. То есть вот эти вот деньги из загашников вытаскивали, которые они наворовали, и через фонд Раисы Максимовной, через созданные вновь фонды, через КГБшников. И вдруг, представьте себе, Мостбанк был создан, и Байбаков становится там чуть ли не вице-президентом банка. То есть все наши богатства, деньги аккумулируют. Все алмазы, золото, все вывезли из страны, ослабили таможенные, изменили таможенные правила СССР. В общем, никто ничего не спросил. И когда он уходил, казна была абсолютно пустая. И власть, которая пришла в Новое Ельцинское, они даже не спросили у него, где деньги, куда делась. Потому что им было наплевать, они знали много собственности в стране, богатая страна, и мы сейчас все распродадим, для себя наворуем. И поэтому этот человек совершил, вы знаете, такие преступления, которых, наверное, статью трудно найти. Я даже часто думаю, если мы будем его судить, под какую статью мы его подведем. Потому что в мировой практике не было такого предательства, такого воровства. Он столько совершил преступлений, что это просто даже... Ни один человек в истории такого не совершал. Кодекс не влезает. За все существование мировой практики такого предательства, такого чудовищного грабежа страны, измены не было. Я вот очень люблю историю, и вот люблю иногда вот думаю, ну есть ли аналог? Нет, это такой экземпляр. Меченый он, наверное, не зря. Он не зря этим немцам служил, воровал соседей этих курей, уток и кормил немцев, которые пришли нас убивать. Болдин писал это в своей книге. Даже колумб, полицай его избивал за это, ненавидел за то, что он ворует у людей. Кур, гусей щипал и готовил немцам еду. То есть изначально из детства предательства. Да, из детства, да. Он пронизан, пропитан. Вот такого человека коммунистическая партия поставила во главе великой державы. Это не партия. Этой партии тоже надо наряду с ним дать оценку за всё, что она натворила. И самое страшное они сегодня, он у них идейный бог. Мне кажется, он ими управляет, потому что пока ты с ними, с какими-то конкретными вопросами не столкнёшься, ты не знаешь, потому что они же тебе поют. А как только говоришь Горбачёву к ногтёю, или делают и что не слышат, или всё. Так что предатель в действии, агент-предатель, изменник, ничтожество. Продолжение следует...